Таджикистан В Таджикистане с 23 по 27 сентября текущего года пройдут Дни культуры России. Об этом сообщает прислужба Министерства культуры Таджикистана. По данным источника, официальная российская делегация прибывает в Душенбе 23 сентября. В делегацию войдут Государственный академический танцевальный ансамбль «Алан» и ансамбль солистов Московское трио Консерватории города Москвы. Официальная церемония открытия Дни культуры России в Таджикистане состоится 24 сентября в Государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни. В рамках культурного мероприятия российская делегация также выступит с концертом в городе Нурике, сообщает Минкультуры. Для преподавания в таджикских учебных заведениях. Напомним, ранее в конце августа текущего года Россия отправила целую группу учителей для преподавания в школах Таджикистана, а также 60 тысяч учебников на русском языке. По мнению экспертов, данные шаги направлены на сохранение России своего культурного влияния в Таджикистане, а вовсе не из гуманитарных мотивов и искреннего дружелюбия. Суд на севере Таджикистана приговорил активиста исламского движения Хизбут-Тахрир к 6,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана. Шариф Лохон Алиев признан виновным по статье 307 часть 2 публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан, совершенные повторно. УК и приговорен к 6,5 годам лишения свободы, говорится в сообщении. В последний раз он был осужден на 10 лет лишения свободы в марте 2007 года приговором Худжанского горсуда и вышел на свободу по амнисти в 2013 году, сообщили в Генпрокуратуре. Срок наказания осужденный будет обывать в колонии особого режима. Международная исламская политическая партия Хизбут-Тахрир была создана в 1953 году в Палестине. Ее главная цель – восстановление исламского государства, халифат, причем, согласно официальным документам партии, данная цель достигается не силовым политическим путем со ссылкой на образ действий пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, до переселения в Медину. В Таджикистане деятельность Хизбут-Тахрир была запрещена решением Верховного Суда в 2001 году. Таджикским законодательством не предусмотрены штрафы за ношение ненациональной одежды. Действия некоторых представителей госвласти, которые сегодня угрожают женщинам за ношение хиджаба крупными штрафами, являются незаконными, сообщает информационное агентство «Азия Плюс», со ссылкой на собственный источник в парламенте Таджикистана. Данная норма обязывает граждан к соблюдению этих требований, но за их несоблюдение законодательством страны не предусмотрены штрафы, говорится в сообщении агентства. Хабархо обратился к собственному источнику для выяснения того, как именно на практике реализуется закон об упорядочении традиций и торжествия обрядов. Наблюдатель Абдурахмон Абдул-Лозода в ходе беседы с нашим корреспондентом прокомментировал ситуацию следующим образом. Да, в действительности еще не было обнаружено инцидентов, чтобы кого-либо оштрафовали за ношение хиджаба. Однако преследование женщин происходит следующим образом. Представители различных структур ходят по домам и улицам. При обнаружении женщины в хиджабе останавливают их и не отпускают до тех пор, пока она не снимет хиджаб на месте, а в противном случае забирают в отделение. Там на женщину оказывается еще большее психологическое давление. О задержанной записывается полная информация, кроме того, ей угрожают наложением крупного штрафа. В итоге многие женщины вынужденно снимают платки. Субтитры создавал DimaTorzok